Здравствуйте! Приветствуем вас на наших лекциях по проведению дистанционных уроков и конференций для сотрудников и преподавателей Московской консерватории. Курс будут вести Надежда Сергеевна и Аркадий Михайлович. Аркадий Михайлович, расскажите, пожалуйста, с чего начать вообще работу? С чего начать работу? Начать работу нужно с того, что нужно получить программу, с помощью которой вы будете проводить дистанционные уроки. В данном курсе мы будем рассматривать одну единственную программу. Программа называется Teams или Microsoft Teams. А почему именно ЭК-программа? Эта программа корпоративная. Она является частью одной большой программы Office 365, которую мы, возможно, рассмотрим позже в этом курсе. Но Teams является частью этой программы и Teams является корпоративной средой Московской консерватории. То есть все конференции, все официальные уроки Московской консерватории проводятся через Microsoft Teams. А любой сотрудник может пользоваться Microsoft Teams? Да, любой сотрудник консерватории может пользоваться Microsoft Teams, как и в общем все оставшиеся части Office 365. А как это сделать? Что для этого нужно? Для этого нужно иметь доступ. Как я уже сказал, доступ мы вам даем. То есть вы, как правило, получаете письмо вот такого вида. Здесь мы специально создали такого тестового пользователя, он называется Арик Синицын. И этот Арик Синицын получает письмо. Скорее всего, большинство из вас уже получали такие письма. Это письмо с логином и паролем к ресурсам консерватории, в том числе и Microsoft Teams. Ну, кроме Microsoft Teams вы подключаетесь по Wi-Fi, вы пользуетесь компьютерами в консерватории, файлами, папками. А сейчас речь идет только о Microsoft Teams. И мне нужно просто вот куда-то ввести этот логин и пароль, и у меня сразу откроется Teams. Да, да, совершенно верно. Вот вернемся к вашему письму. Если вы загляните в свой почтовый ящик, или вы уже заглядывали в него, или уже у вас есть этот логин и пароль, то вы, используя этот логин и пароль, можете зайти на сайт Microsoft и получить доступ к Microsoft Teams и, в общем, остальным программам. То есть сначала надо зайти на сайт Microsoft Office. Да, да, совершенно верно. Но как зайти на сайт Microsoft Office? Очевидно, через самый обычный браузер, или через самую обычную программу, которую вы пользуетесь для интернета. Зная то, что люди пользуются разными системами, разными устройствами, разными операционными системами, браузерами, мы попытаемся вам более-менее рассказать, как пользоваться в разной среде на разных устройствах. В данной ситуации мы вам расскажем, как пользоваться компьютером, на котором стоит операционная система Windows. Это подавляющееся большинство компьютеров. У меня стоит Windows 8 на рабочем компьютере. А на домашнем ноутбуке Windows 10? Да, вот смотрите, вот мы сейчас видим с вами типичный рабочий стол компьютера на базе Windows 10. А вот, например, здесь мы можем видеть типичный рабочий стол компьютера на базе Windows 8. Мы постараемся и в той, и в другой системе посмотреть подробно, как же вам зайти, как получить, как установить программу, и как начать, собственно говоря, работу в дистанционном режиме и подобные вещи. Итак, наш путь лежит на сайте Microsoft Office. Да, совершенно верно. Мы заходим в интернет через программу, через которую вы обычно заходите в интернет. То есть, ну, например, Internet Explorer. Он стоит всегда в любой операционной системе. Или Google Chrome. Очень знакомый значок, он стоит у большинства пользователей. Вот этот значок. Обратите, прошу еще раз обратить внимание. Самая типичная программа для пользователей интернета. Вот здесь мы видим Internet Explorer. Здесь мы видим значок Google Chrome. Соответственно, давайте запустим Google Chrome и попробуем отключиться. Мы идем на сайт, который называется Office.com. Набираем Office.com. Еще раз внимательно, пожалуйста, смотрите. Там, где вы набираете адрес, мы набираем просто Office.com. Этого достаточно. В Office.com нам предлагается войти. Вот, пожалуйста, мы входим. И что мы делаем дальше? Вот дальше мы используем тот самый логин консерватории, который вы имеете на своей электронной почте. Сразу забегая несколько назад. Если у вас нету логина, нету пароля, то вам его можно получить следующим образом. Сотрудники и преподаватели получают логин, пароль через отдел кадров. А студенты получают свой логин и пароль через деканаты. Да, если у вас нету, пожалуйста, обратитесь в соответствующую структуру. Вам создадут пользователи. Большинство пользователей в консерватории имеют логин и пароль. Ну, часто случаются такие, оказывается, когда кого-то забывают или еще какие-то причины. Также, если вы вдруг потеряли письмо со своим логином и паролем, забыли свой пароль, письмо удалили, вы можете для восстановления своих данных написать преподавателей и сотрудники в отдел кадров, а студенты в деканаты. Итак, будем считать, что пароль у вас в кармане. Еще раз. Идем на сайт, который называется Office.com. Вход. Входим. У нас, если вы помните, есть тестовый пользователь. Он называется Student9. Student9 это логин. Зовут его Арик Синиц, но в данной ситуации нам нужен только логин. Вот. Логин это Student9. Видите, вот здесь. Ваше имя в системе. Да, ваше имя в системе. Идем. И набираем Student9. Теперь самое главное. Вот эта часть называется ваш логин. А часть, которая после вот этого значка, который называется собака по-русски, называется... По-английски называется Realm. По-русски он, в общем, на самом деле никак не называется. Это сайт, к которому вы принадлежите. Вы принадлежите к следующему сайту. Называется mgcons.ru mgcons.ru Вот этот самый сайт mgcons.ru Это как раз есть сайт консерватории, в котором... Немножко не туда, заехал карандашом. Это как раз сайт консерватории, в котором находится офис. Запомните, пожалуйста, mgcons.ru Это очень важно, потому что основной сайт консерватории у нас называется mgcons.ru Здесь у нас mgcons.ru Поэтому вы набираете свой логин Иван Петров, Иван Сидоров, или в данной ситуации студент 9, собака mgcons.ru Вот mgcons.ru и дает принадлежность консерватории. Таким образом, в микрософт мы попадаем из учетки консерваторской. Итак, обратите внимание, что кроме вашего имени в системе, которое вам пришло в письме, вам надо будет к нему добавить хвост mgcons.ru для того, чтобы офис распознал вас как сотрудника консерватории. Совершенно верно. Итак, нажимаем далее. Ну вот, нас спрашивает пароль. Я надеюсь, что пароль у вас есть. Мы вводим пароль для студента 9. Вот у нас пароль здесь заготовлен. Так, мы входим. Здесь нам предлагается не выходить из системы. Да, нам не нужно выходить из системы. Мы нажимаем кнопку «Да». На самом деле, микрософт дежурничает. Они будут вас спрашивать почти каждый раз. Но не обращайте внимания. Это на работе никак не сказывается. Итак, мы попали в офис. Где же Teams? Да, мы попали в основное окно офиса. Офис состоит из большого количества программ. Мы, возможно, расскажем позже о них. Сейчас нас интересует одна единственная программа. Эта программа называется Teams. Если мы посмотрим, видите, в левом углу есть иконки. И у каждой иконки всплывает надпись. Вот наш Teams находится вот здесь. Видите, буковка «Т» такая и синий цвет характерный для него. Нажимаем «Тимс», попадаем в «Тимс». Логично. Да, вот видите, он некоторое время требует. Видите, нам предлагают использовать Teams двух вариантов. Первый вариант – это использование Teams непосредственно в той программе, которую вы пользуетесь для интернета. То есть в браузере. Непосредственно вот здесь, в этой вот самой программе. Это веб-приложение. Для этого ничего не надо ставить, просто перейти по ссылке. Да, совершенно верно. Но веб-приложение, оно несколько ущербное, и мы не рекомендуем его использовать, кроме самых-самых исключительных случаев, когда сама программа, которая работает для, в общем-то, для Windows, она по каким-то причинам отказывается работать. Итак, нам нужно скачать, скачать приложение или программу, вот чтобы не было путаницы между приложениями, программами, аппликейшн и прочее. Это все программы. Это, в общем, такая тавтология возникла последние годы. Не пугайтесь, если где-то называется приложение, где-то программа, где-то там аппликейшн, где-то утилита. Это все равно все программа. Поэтому скачиваем в данной ситуации Teams, как они называют приложение. Ну, пусть называются приложение. Вот видите, внизу появилась вот такая вот строка. Смотрите, а можно еще установить на мобильное какое-нибудь устройство? Да, совершенно верно. Вы можете установить на мобильный телефон, вы можете установить на телефон iPhone. На iPad, на планшет. Да, но мы сейчас в этом конкретном курсе рассматриваем, используем Teams в Windows. Если возникнет такая необходимость, мы создадим отдельный курс для iPhone и для Android. Но большинство пользователей пользуются компьютерами с Windows, поэтому мы рассматриваем Windows. Вот видите, у нас скачалась программа Teams. Давайте рассмотрим те же самые действия в операционной системе Windows 8. Вот мы попадаем в Windows 8. Да. В Windows 8 мы также имеем программы для работы с интернетом. Вот, например, Chrome или Internet Explorer. Давайте попробуем Internet Explorer для разнообразия. Набираем Office.com. Попадаем в Office.com. Ну и все уже действия, которые только что мы делали. Вот мы входим. Вот мы набираем здесь учетную запись, которая у нас есть. Студент 9. Обязательно. Хвост. FG.com.ru. Принадлежность к консерватории. И набираем пароль, который мы имеем. Так, это у нас вырезало предупреждение Windows. Это нам совершенно неинтересно сейчас. Так, ну то же самое. Видите, вот всплывает окошко. И мы входим в Office.com. В Office.com мы находим Teams. Вот мы нашли Teams. И нам предлагается скачать Teams, либо работать в Teams непосредственно в браузере. Непосредственно в Internet Explorer. Вот Internet Explorer. Видите, вот у нас окно. Так, закроем Chrome. У нас Windows 8 здесь оказался несколько медленнее. Давайте скачаем. Teams. Ну, сохраним. Ну, сохраним. Потому что следующий этап будет запуск. Давайте вернемся, пока сохраняется Windows 8. Вернемся обратно в Windows 10. Что мы имеем в Windows 10? В Windows 10 мы скачали, внимание, скачали файл программы Microsoft Teams. Он, скорее всего, у вас появится в нижней строке. Вот здесь. Если он по каким-то причинам не появился. Если у вас другой браузер, то вы его найдете, скорее всего, в загрузках. Вот я нажимаю кнопочку внизу. С такой папкой. Видите, вот эта кнопочка. Она называется библиотека. Вот если ее нажать, то из библиотеки можно попасть в загрузки. Вот, пожалуйста, в загрузки. Видите, вот у нас есть загрузка в Teams. Видите, у нас два, потому что мы скачивали до того, как начинали урок. Давайте запустим эту программу. Надо немножко подождать. Пока подождать. Давайте запустим ту же самую программу в Windows 8. Что происходит в Windows 8? То же самое. Программа у нас скачалась. Все у нас готово. Нажимаем на такую же программу библиотека. Вот, пожалуйста, папочка с библиотекой. Здесь мы видим, что загрузка. Вот загрузка нажимаем. Вот у нас скачалась программа Microsoft Teams. Вот, Teams. То же самое. Запускаем установку Teams. Таким образом, мы устанавливаем программу на компьютер. Видите, хотите запустить? Да, да, да. Хотим запустить. Со всем соглашаемся. Вот, видите, Windows 10. Тем временем у нас уже установилась программа. Вот, видите, это программа Microsoft Teams. Свернем. И она опять требует с меня адрес для входа. Совершенно верно. Да, она требует адрес для входа. И здесь она требует адрес для входа, поскольку Microsoft Teams это не браузер, это отдельная программа. И она, естественно, хочет адрес для входа. Но мы знаем, что мы вводим тот же самый адрес, который выводили только что. Студент 9. Да, студент 9. Совершенно верно. Хвост. Пожалуйста, не забудьте про оставшуюся часть, которая называется Реал. И теперь она с меня требует пароль. Да, пароль мы знаем. Пароль тот же самый, он у вас в письме. Разрешить организации управлять моим устройством. Да, 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 да. Со всем соглашаемся. Но если вы боитесь нашу организацию, вы можете не разрешать пользоваться вашим устройством, это никак не повлияет на работу Teams. Давайте посмотрим, что у нас происходит в операционной системе Windows 8 тем временем. Совершенно то же самое. Тот же экран, та же картинка. Давайте для понятности. Вот видите, у нас получается разрешение немножко другое. У нас виртуальная машина, поэтому у нас немножко не помещается. Ну, я думаю, что мы его прокрутим. Вводим ваш логин с остатком mg.com.ru и пароль, который у вас в письме. И теперь она точно так же запускается. И, наверное, спросят, не хотите ли вы дать разрешение вашей организации. Ну, давайте посмотрим. Нет, видите, в Windows 8 все оказалось гораздо проще. Запустилась программа и она... И она предложила. Да, приступим. Приступим. Разрешить программу. Да, мы хотим разрешить, потому что там придется использовать диск-компьютер. Приступим. Не будем рассматривать тут. Мы имеем... Тем временем она и в Windows 10. Она и в Windows 10 уже установилась. Отвечайте на все вопросы, да, потому что это программа Microsoft. И вреда уж она в собственной операционной системе точно не причинит. Ну вот, мы поставили программу Teams на Windows 8 и на Windows 10. На этом первый урок заканчивается. Во втором уроке мы рассмотрим, как пользоваться программой, которую мы только что снили. Здравствуйте. Мы продолжаем наш курс по использованию дистанционных технологий для проведения лекций и конференций для сотрудников Московской консерватории. В прошлом видео мы начали осваивать Microsoft Teams. Вернемся к тому, на чем мы остановились в прошлом видео. Мы остановились на том, что мы установили программу Teams. Теперь нам нужно эту программу найти и запустить, включить. В разных операционных системах эта программа может выглядеть несколько по-разному и находиться в разных местах. Вот мы с вами более подробно рассмотрим сначала Windows 10, потом Windows 8. Скорее всего, по умолчанию, будет значок на рабочем столе. Да, вот этот значок, вот, пожалуйста, и значок на рабочем столе. Но значка может не быть. Для этого нам нужно зайти, вот, если мы говорим про Windows 10, зайти в меню пуск. Вот здесь такой квадратный меню пуск. Здесь мы видим Microsoft Teams. Если по каким-то причинам вы его здесь не нашли, вот видите M, то вы можете в Windows 10 всегда ввести поиск. И вот мы прямо в поиск вводим слово Teams. Так, у нас почему-то клавиатура подказывается работает. Слишком много операционных систем сразу на компьютере. Вот видите, приложение Microsoft Teams. Вот мы нашли Microsoft Teams. В Windows 8 это будет выглядеть несколько иначе. Вот мы попадаем с вами в окно Windows 8. Вот у нас тоже предлагается значок на рабочем столе. Но если по каким-то причинам его нету на рабочем столе, мы заходим в меню пуск Windows 8. Это самое ужасное меню за всю историю Microsoft. Видите, тут огромное количество всяких значков, 90% из которых никому не нужно. Но, тем не менее, приходится мириться с такой историей. Здесь есть стрелочка. Видите, стрелочка. Вот, стрелочка в нижнем левом углу экрана. Эта стрелочка указывает на то, что здесь есть еще одно меню. Мы попадаем в еще одно меню. И вот здесь мы находим Microsoft Teams. Microsoft Teams можно нажать правой кнопкой. Мышку, например, закрепить на начальном экране. Закрепить на панели задачи. Закрепляйте везде, чтобы он не потерять. Вот видите, он у нас появился. Самое главное теперь вернуться назад. Видите, рабочий стол. Вот здесь рабочий стол. Мы нажимаем рабочий стол. Нажимаем рабочий стол. Итак, с Windows 8 мы с вами прощаемся. Потому что все дальнейшие действия будут абсолютно одинаковые. Что в Windows 10, что в Windows 8. И программа выглядит абсолютно идентично. Поэтому нет никакого смысла возвращаться в Windows 8. Мы переключились с вами в Windows 10. И вот, пожалуйста. А что делать, если вдруг не удалось, как в прошлом уроке, не удалось скачать? Не встала слишком старая система. Не хватило памяти. И вообще все плохо. Да, действительно, такое случается. Например, если у вас программа на компьютере Apple. Очень часто бывает, что там не работает Microsoft Teams. Потому что вся политика Apple заключается в том, что вы постоянно обновляли программы. Постоянно. Если вы не обновляете, у вас новые программы не работают. В общем, у них своя система. И, к сожалению, очень многие хорошие компьютеры Apple становятся просто бесполезными. Поэтому есть действительно вариант, как работать на таких компьютерах. Этот вариант мы уже с вами косвенно рассматривали. Заключается он в том, что мы попадаем с вами в Office.com. В Office.com мы заходили, когда регистрировались в Microsoft и когда скачивали программу Teams. Вот мы заходим в Office.com. И вот здесь, видите, уже наш пользователь Арика Синицын уже залогинился. Потому что, если вы помните, в прошлый раз мы заходили, вводили пароль для Арика Синицына. И он нас пускал в Office.com. Вот в Office.com мы скачивали программу Teams, если помните. Нажимали Teams вот здесь вверх, в левой части экрана. Вот у нас программа Teams. И программа Teams может работать. Вот видите, она может работать внутри браузера. Внутри программы, которую вы пользуетесь для интернета. Вот видите, здесь Google Chrome. Google Chrome это типичный браузер. Так вот, внутри этого браузера может работать программа. Это так называемая WebMord, как ее называют. Вот видите, она у нас всего лишь работает в обычном табе, как если вы можете в третьем табе, например, открыть, скажем, Mail.ru. Понимаете, и будет то же самое. То есть, мы находимся внутри браузера. И эта программа будет работать внутри браузера. В чем проблема? Дело в том, что она работает намного менее надежно, чем программа, которая устанавливается. Она работает в более ущербном варианте. И, в общем... Некоторые функции могут не сработать. Не сработать, да. И, в общем, никакого смысла пользоваться из браузера программы Teams. Я не вижу, за исключением того, если по каким-то причинам на вашем компьютере программа Teams не работает. Итак, возвращаемся к самой обычной нормальной программе Teams. Запускаем ее первый раз, два раза щелкаем мышкой. И вот у нас запускается программа Teams, которая была установлена. Итак, она опять нас требует заветные слова. Ноги. Не забывайте про хвост. mgcons.ru Теперь пароль. Да, ну что-то у нас тут программа задумывается. Она нас не спросила пароль, потому что на самом деле мы схитрили. Да, мы перед тем, как вам рассказывать, уже запускали программу, ввели пароль, и она ее запомнила. Когда вы говорите не выходить из системы, то программа как бы сохраняет где-то у себя ваш пароль, и таким образом она нас опознала. Да, развернем ее на весь экран. Нам нужно два раза щелкнуть мышкой по верхней панели, в любом месте. Хлопаем два раза, видите, она разворачивается на экран. Итак, перед тем, как мы начнем говорить про команды и прочее, мы вернемся к очень важному моменту. Это для начала мы проверим настройки нашей команды, настройки нашей программы. Итак, что такое команда? Или по-английски Teams. Это просто группы. Если вы читаете групповые лекции, то, скорее всего, весной вам в учебном отделе или сотрудниками нашего отдела была уже создана команда. Для преподавателей, читающих индивидуальные дисциплины, команды не были созданы. Но если вдруг преподавателю такая команда нужна, пожалуйста, дайте знать либо в учебную часть, либо нашему отделу, и мы сделаем команду. Еще раз подчеркиваю, что команды в консерватории создаются в учебном отделе. Команды не создаются пользователями. То есть, если вы попадаете в Teams, как мы только что зашли, вот как наш тестовый пользователь из Кеницы, он уже попал в команду. Вот эта команда называется отдел компьютерных технологий, потому что мы его включили в эту команду сами. Вас, как правило, включают ваши команды. Каким образом формируются команды в московской консерватории? Команды сформируются по принципу преподавателя. У каждого преподавателя и профессора есть своя команда. Она может быть не одна, но команда, через которую он взаимодействует со студентами, всегда одна. То есть, если у нас есть преподаватель Сидоров, значит, у него будет команда иметь название студенты Сидоровы, или аспиранты Сидоровы, или все, в общем, кто заработает у Сидорова, и точнее учатся. И вот по этому принципу строится общение о дистанционном образовании в московской консерватории. Если преподаватель читает лекцию у студентов и у аспирантов, у него будет две команды. Отдельно студенты по специалитету и отдельно аспиранты по другой учебной программе, другой ступени обучения. Также вероятно, что вы можете принадлежать к 3, 5, 10 командам, вот как, например, в нашем примере, то, что я вам здесь показываю. Потому что, например, существует команда ректорат, ученый совет, команды по подразделениям, команды редакторских, по кафедрам. И каждая команда – это, по сути дела, группа. Команда не совсем уместное слово, но это все переводы с английского языка, поэтому, как правило, они все косноязычные и корявые. Команда – это группа. Это группа людей по интересам, или в данной ситуации группа коллег, или группа учитель-ученик. Поэтому каждый человек, который попадает в ТИНС Московской консерватории, он принадлежит к одной или более командам. Но, как правило, преподаватели, всегда есть команда его студентов, у студента есть команда его преподавателей. То есть студент, с наибольшей вероятностью, принадлежит к нескольким командам. Например, он учится, проходит гармонию одного профессора, он проходит историю музыки другого, философию третьего, и он будет принадлежать ко всем этим командам. Студент может находиться в десяти команд. И в каждой команде, в которую попадает студент, он будет видеть только ту информацию, которая касается непосредственно этой команды. То есть если он попадает в команду философии, то, скорее всего, там будет вся информация, которая касается его обучения философии. И так далее. Важно, чтобы вы поняли этот принцип, что команда – это профессор. Команда – это то, где ведутся занятия, где ведется обучение. Так вот, команду создавать не нужно, команда создается за вас. А вот в команде существует канал. Что такое каналы? Это такие, получается, под команды, под группы, куда собираются студенты для того, чтобы слушать разные дисциплины. Таким образом, мы, когда называли каналы, мы указывали дисциплину, факультет, кто слушает, и курс. Каналы бывают двух типов – открытые и закрытые. В большинстве случаев мы делали открытые каналы для того, чтобы студенты могли сами присоединиться. Тогда это было удобнее. Для чего нужны закрытые каналы? В закрытых каналах то, что вы рассказываете, видят только те студенты, которые добавлены в этом канале. То есть, если у вас канал открытый, то студент, например, второго курса, вокалист, может заглянуть на огонек к студентам второго курса, дирижерам, и сравнить, где ему будут понятнее. Где интереснее рассказывают. И деснее. Но если у нас будет анализ вокалиста второй курс закрытый, командой, то никто в эту команду, кроме тех, кого добавили сотрудники, метод сотрудники факультетов, никто другой в эту команду попасть не сможет. Даже если он уже как бы находится в команде студентов, и прийти на лексу просто так вот ради любопытства не получится. Да, не получится. И, в общем, идея открытых команд была для того, чтобы не морочить голову, сотрудникам деканатов, и не выискивать всех студентов. А студенты у нас достаточно развитые, образованные, сознательные, и они просто примыкают к команде сами. Ну, в разных ситуациях, по-разному. Давайте рассмотрим вот нашего пользователя, возвращаемся к Арику Синицу. Вот видите, у него всего одна команда, одна единственная команда. Мы его включили в эту команду, потому что, ну, по большому счету, ему больше не нужно. Это только тестовый пользователь, и мы не будем его добавлять. Да, эта команда называется отдел компьютерных технологий. В ней, кроме него, все наши сотрудники, в общем-то, всего человек 10-15. Это не имеет большого значения. Суть в том, что для него Teams, это команда, вот одна единственная команда, в которой он будет продолжать общаться. Вот давайте попробуем. У нас тут всплыва хром совершенно нам не нужен. Всплыва, давайте. Вот. Давайте зайдем в эту команду. Что же такое в этой команде? Вот в этой команде, видите, в левой колонке находятся каналы. Вот каналов сейчас два. Точнее, один общий. И скрытые каналы. И скрытые каналы, которых вот подканалов четыре, но не суть важна. Давайте посмотрим. Но скрытый канал и закрытый канал, это не одно и то же. Все каналы в нашем отделе открыты, мы их создавали для наших рабочих моментов. Итак, канал. В канале есть... Беседы. Ну, беседы, да. Опять такое достаточно косноязычное название. Это не беседы, это переписка. Вот если мы посмотрим, наш новый пользователь, Арик Синицын, попал в Teams и попал в команду с уже существующей перепиской, уже существующей информацией, уже существующими материалами, потому что мы его подключили, и он попадает с корабля на бал, он уже видит какую-то информацию, он уже может читать, участвовать в переписке, высказывать какое-то свое мнение. все в рамках одного канала. Вот обратите внимание, да, вот если мы набираем, вот здесь тестовые каналы, там ученый совет тестовый, мы, в общем, много всевозможных каналов создавали. И вот, например, общий канал, он может организовать, опять же, вот это совершенно косноязычное название, новую беседу, это, конечно, не беседа, это переписка. Давайте нажмем кнопку «Новая беседа», и в канале он может написать от себя, ну, например, давайте напишем, вот он инициирует новую, так называемую, беседу, внутри канала, внутри канала обратите внимание, чтобы еще раз не было путаниц, существует Teams, Teams это группа, или по-русски переводят команды, внутри команды есть каналы, вот каналы, они достаточно самостоятельные сущности, но они существуют внутри команды, это получается матрешка такая, понимаете, есть консерватория, это такая базовая большая матрешка, в консерватории есть команда, это следующие матрешки, и внутри матрешки, следующая матрешка вложена, это каналы, а внутри каналов, так называемой переписки, вот обратите внимание, Арик написал сообщение, и вот ему ответила Надя, потому что Надя сейчас сидит рядом со мной, и она также находится вот в этом самом Teams, в этой группе, которая называется IT-КТБ, или отдел компьютерных технологий. Обратите внимание, что каждая беседа, она имеет как бы возможность функции ответа, таким образом, это очень удобно, если вы переписываетесь по какой-то теме лекции, то есть у вас можно все структурировать, все беседы, и не листать потом бешеное количество сообщений, как вот человек начинает беседу, и вот по этой теме все идет вот здесь. Да, совершенно верно, вы когда создаете некую беседу, или иначе говоря, переписку, вы можете писать какие-то тезисы, вам будут отвечать, будут высказывать свое мнение, участники вашей группы, таким образом, вы ведете свой урок, или вы ведете свою лекцию, или как вам больше нравится. На этом наш раздел заканчивается. В следующем разделе мы рассмотрим общение с помощью чата, общение с помощью видеозвонков, общение с помощью конференции. Ждите следующего. Здравствуйте! Это наш третий урок для сотрудников и преподавателей Московской консерватории по дистанционным технологиям для проведения лекций и конференций. На прошлом уроке мы с вами установили Teams и запустили его. Да, если вы помните, у нас уже запущен, установлен Teams, все, что нам нужно, мы просто запускаем программу, два раза нажав мышки на программе. Вот мы в окне программы, в основном окне программы. Сейчас мы с вами попробуем создать конференцию, видеоконференцию. Мы будем инициаторами этой видеоконференции, и нам поможет в этом Надежда Сергеевна, которая из другой комнаты подключится, и мы будем вместе участниками конференции. Конференция, еще раз напоминаю, если вы забыли, проводится в команде, в команде, то есть в вашей группе, к которой вы принадлежите. У вас может быть больше одной группы, если вы помните, у вас могут быть группы студентов, могут быть группы коллеги и так далее, кафедры, там все что угодно. У нашего тестового пользователя, если вы помните, это Синицын, тестовый пользователь, вот он, у него всего одна единственная команда или группа, это КТИБ, и в этой самой команде он будет создавать новую конференцию. Конференция создается не просто в команде, она создается в канале. Помните, я рассказывал про матрешку, которая состоит из консерватории, внутри консерватории находится канал или группа, внутри каждого канала или группа находится, точнее, я уже запутался, извиняюсь, внутри каждой команды находятся каналы или внутри каждой группы находятся каналы. Вот здесь находятся у нас два или три канала, у вас может быть больше каналов, студенты по гармонии, студенты по сольфеджи, студенты третьего, пятого курса и так далее. Что нам интересно сейчас, это начать конференцию. Начинать конференцию мы будем в канале общий, этот канал по умолчанию находится у любого участника, И в этом канале у нас справа вверху экрана есть кнопка. Кнопка эта называется встреча. Но перед тем, как начать конференцию, нам обязательно надо проверить, что у нас подключен микрофон и камера. Для этого мы вот тут открываем настройки. Ну, еще раз. В настройках. Еще одна матрешка. Мы проверяем разрешение. Что у нас все разрешения даны, и наш компьютер может пользоваться камерой и микрофоном. Крайне важно, чтобы вот здесь, где мультимедиа и схематичный значок камеры, был поставлен ползунок на зеленый. Вот так ничего не будет работать. Вот так все будет работать. Так, все готово. Да, обязательно обратите внимание, чтобы у вас были все нужные разрешения. Если у вас камера или микрофон не работает или нет в компьютере, то, соответственно, разрешения будут бесполезными. Но мы сейчас не удаляемся в подробности того, как настраивает ваш компьютер. Мы предполагаем, что и камера, и микрофон у вас в компьютере есть, и они рабочие. К сожалению, здесь я не смогу включить ни камеру, ни микрофон, а в силу того, что мы должны записывать для вас это видео. И микрофон у нас один, и его невозможно разделить на две совершенно разные программы. Эта программа работает у нас в виртуальном компьютере. Поэтому микрофон и камеру мы включим только на другом конце линии. Итак, мы начинаем с вами конференцию. Конференция начинается кнопкой, которая находится в правой верхней части экрана. Конференция проходит в канале. Канал находится в команде. Еще раз возвращаемся. У нас команды. Вот у нас единственная команда здесь. У вас может быть больше. В этой команде несколько каналов. Нас интересует, в общем, любой канал. Канал не имеет никакого значения. В этом канале мы организуем конференцию. По-русски это называется «Встреча». Вот если мы нажмем стрелочку справа от кнопки, то мы можем не только начать конференцию или собрание, мы можем запланировать собрание. Ну, это, я думаю, что мы рассмотрим в будущих уроках. Сейчас нас интересует только начать собрание. Чтобы начать собрание, мы нажимаем вот эту кнопку. Очень важный момент. Перед тем, как вы начнете собрание, у вас возникает предварительное окно, в котором у вас две очень важных кнопки. Вот эти кнопки. Одна включить-выключить камеру, другая включить-выключить микрофон. Дело в том, что если вы проводите собрание с более чем двумя участниками, как правило, так и происходит, то необходимо выключить микрофон тому, кто не собирается говорить до тех пор, пока он не начнет говорить, потому что в противном случае возникает какофония. Когда микрофон включен у более чем пяти-десяти участников, вместо того, чтобы мы слышали докладчика, мы слышим какие-то посторонние звуки, шорохи, шумы автомобилей, животных, и в общем все что угодно, только не то, что мы хотим услышать. Поэтому обращаю ваше внимание, что рекомендуется включать и микрофон, и камеру, прежде всего докладчику. Если участников встречи очень мало, два-три, то можно оставить у всех включенный микрофон, четыре может быть. Но если участников встречи десять и более, если вы слушаете лекцию, то, конечно, микрофоны должны быть выключены у тех, кто ничего не собирается говорить и только слушает. То же самое касается и камер, что если вы включите камеру у десяти человек, то на экране будет слишком много людей, и тоже будет такая путаница возникать, что, в общем, не очень удобно. Итак, мы выключили камеру и микрофон. Здесь я микрофон выключаю не потому, что нас много, а потому, что я уже объяснял, в силу того, что мы записываем для вас лекцию, мы не можем одновременно включить микрофон и в программе Teams, и записывать вам лекцию, поэтому микрофон у нас будет включен только на одной стороне. Теперь у нас есть кнопка присоединяться сейчас. Эта кнопка совершенно, как правило, как они все делают в Microsoft, она переведена с английского языка совершенно некорректно. Вы не присоединяетесь, вы организуете конференцию. К сожалению, другого варианта кнопок нет, и кнопка будет всегда присоединиться сейчас, поэтому пусть она вас не сбивает с толку. Вы не присоединяйтесь, вы организуете. Но поскольку другого названия нет, другой кнопки нет, то будем пользоваться тем, что есть. Итак, нажимаем присоединиться сейчас. Вот у нас инициируется конференция. Нужно некоторое время подождать, в зависимости от скорости интернет-канала, может быть, несколько секунд, может быть, больше. И вот теперь мы ждем, чтобы к нашей конференции присоединились участники. К нам сейчас будет присоединяться Надежда Сергеевна. Вот, Надежда Сергеевна, пожалуйста, добрый вечер. Всем здравствуйте. Надеюсь, меня отлично слышно. Итак, вот сейчас у нас происходит видеозвонок по видеоконференции. Мы общаемся вдвоем, но в виде конференции может быть несколько участников и даже достигать до нескольких десяток, восемьдесят, девяносто, сто человек. Самый простой вариант, что вы выходите в видеоконференцию и рассказываете то, что вы хотели рассказать. Для того, чтобы, например, подключить тех людей, которых вы хотели подключить, например, кто-то подключился сам, а кто-то еще не подключился, вы можете нажать кнопку сверху, показать участников, и у вас будет тогда справа список. Вы можете выбрать кого-нибудь и запросить присоединение. Тогда Teams пошлет этому человеку звонок. Рядом с этой кнопкой «Показать участников» у вас есть кнопка, изображающая такой bubble talk, как называется, как сообщение. «Показать беседу». Это очень удобно, особенно если у кого-то по ходу встречи, по ходу занятия возникнут какие-то вопросы, и тогда можно, кроме устного общения, можно еще что-то одновременно решать в переписке. Например, если студенты хотят что-то спросить, или они боятся, что они забудут свой вопрос, они могут по ходу встречи эти вопросы конспектировать, а лектор после может пробежаться по этим вопросам и ответить. Также для студентов может оказаться полезным следующая кнопка «Поднять руку». «Поднять, опустить руку» – это просто привлечение внимания докладчика или лектора, и таким образом он увидит оповещение о том, что кто-то поднял руку. Затем можно точно так же, рядом будут три точки, там много всяких раз интересных опций. И нас интересует в первую очередь начать запись. Таким образом и лектор, и студенты могут писать свои лекции, и затем переслушивать, возвращаться к ним в сессии, зачетам, и возвращаться к этому материалу. И еще очень важная кнопка, она, можно сказать, предпоследняя, последняя кнопка «Выйти», и эта кнопка «Поделиться содержимым». Такой вот стрелочкой в квадрате. Чем можно поделиться? Можно поделиться, к примеру, рабочим столом. Если у вас есть на рабочем столе какие-то файлы, заготовки, то вот вы можете поделиться. У меня сейчас запущен Teams, а так я могу, например, поставить PowerPone. И если вы используете для своих докладов или для своих лекций презентации, то у вас как бы все это будет работать. Затем обязательно, если вы вдруг захотели поделиться видео или аудио, это тоже можно сделать, но обратите внимание, тогда обязательно надо поставить галочку, добавить его в компьютер, включить системные звуки. В общем, вверху не очень заметно, над перечислением всяких разных окошек, значит, будет вот это вот заветное слово «звук». Обязательно поставьте. И тогда можно продемонстрировать что-нибудь со звуком, к примеру. Еще обращаю внимание, помните, если помните, я рассказывал о том, как включать и выключать микрофон, когда вы инициируете собрание. Если вам понадобился микрофон во время собрания, вот, пожалуйста, у вас кнопочка микрофона и вот камеры. Вы нажмете микрофон и камера, вас будет слышно и видно. Вы можете демонстрировать все, что угодно с рабочего стола. Да, вот, Надежда Сергеевна, сейчас я, к сожалению, не могу включить микрофон по причине, которую я уже объяснял, потому что мы должны записывать. Но кнопочки я показал, они очень простые, элементарные. Эту кнопочку нужно нажать, включится микрофон, здесь включится камера. Надежда Сергеевна, спасибо за то, что вы нам показали, как работать с рабочим столом и основные кнопки программы. Теперь мы перейдем к следующему этапу. Мы закончим это собрание или эту конференцию, поскольку начинали его мы. А следующая конференция начнет Надежда Сергеевна. Пожалуйста, обратите внимание на кнопочку «Выйти». Видите, «Выйти». Вот есть такая кнопочка. Чтобы закончить конференцию, мы можем из нее выйти, но можем ее завершить. Что это значит? Дело в том, что если мы инициаторы конференции, а в данной ситуации наш пользователь Синицын инициатор конференции, он может закончить конференцию. Но вот, например, Надежда Сергеевна и другие пользователи, они не могут закончить конференцию. Так устроена программа. То есть инициатор может выбрать два действия. Он может выйти из конференции, он может закончить или завершить собрание. Выйти – это означает, что собрание остается. Если в собрании несколько человек, то они будут продолжать общаться. А если мы завершаем собрание, то все люди отключаются, и собрание или конференция завершается. Сейчас мы завершим собрание, поскольку мы его инициаторы, и следующее собрание будет инициировать Надежда Сергеевна. Надежда Сергеевна, пожалуйста, вам инициатива. Вот видите, у нас было собрание, оно исчезло, и вот мы его завершили. Вот теперь Надежда Сергеевна будет инициировать следующее собрание. Надежда Сергеевна, пожалуйста. Вот, пожалуйста, смотрите, у нас идет канал. Вот видите, в канале у нас появилась новая панель. Вот, пожалуйста, посмотрите, видите, она неожиданно возникла, и справа бежит счетчик времени. Вот этот счетчик времени указывает, сколько времени идет новое собрание. Также тут есть участники. Вот видите, если мы подведем мышку сюда, мы увидим, что вот Надежда Сергеевна организовала это собрание. Все, что нам нужно, это просто присоединиться к этому собранию. Вот мы присоединяемся, уже знакомая панель с микрофоном и камерой. Мы выключаем микрофон и камеры, потому что мы не собираемся здесь ничего говорить. Точнее, если бы и собирались, мы не можем. Я уже вам объяснял, что для того, чтобы записывать видеоурок, нам придется выключить микрофон. И вот теперь та же самая кнопка присоединиться сейчас. Вот здесь эта кнопка логична. Мы присоединяемся. В прошлый раз она была совершенно нелогична, но она одна. И нужно просто запомнить, что чтобы начать собрание или присоединиться к собранию, нужно нажать одну и ту же кнопку. Вот мы присоединяемся. Вот теперь мы видим Надежду Сергеевну. Очень приятно. Всем привет. И вот теперь мы хотим выйти из этого собрания. Но, как я уже говорил, поскольку инициатор собрания была Надежда Сергеевна, то у нас даже нет возможности такую кнопку нажать. Мы можем только выйти, мы не можем прекратить собрание. Что это значит? Я нажимаю кнопку «Выйти» и я больше не хочу общаться. Вот я выхожу. Пожалуйста, обратите внимание. Видите, вот это вот собрание, оно у нас как было, так оно и осталось. И в этом собрании участники... Сейчас мы должны стереть эту картинку, потому что у нас картинка. В этом собрании участники это Надежда Сергеевна, и только она может прекратить это собрание. А мы можем присоединяться или отключаться. То есть, если там будут больше участников, то они останутся подключенными. Обратите внимание вот на эту вещь, потому что неоднократно у нас возникали такие казусы, когда много людей участвовало в собрании, и они, сами не зная того, организовали несколько видеоконференций. И получалось, что люди общаются не в общей массе, а друг с другом. То есть, допустим, у нас 20, 30, 40 человек, 80 было видеоконференции, они организовали несколько собраний. И приходилось очень долго их находить, объяснять им, что нужно не начинать новые собрания, а присоединяться. Поэтому все собрания будут у вас в канале. Вот видите, у вас канал, и у вас, если будет больше собраний, и разные люди будут в канале организовывать собрания, это будут совершенно разные собрания, организованы разными людьми. Поэтому собрание должен начинать, как правило, один человек, это инициатор. Если вы читаете лекции, если студент у вас на собрании, как правило, это профессор. Если у вас собрание кафедры, то нужно либо договариваться, либо писать в чате, потому что, как мы уже видели, мы можем писать здесь, мы можем писать, «Пожалуйста, начните», «Пожалуйста, закончите». И, например, я пишу вот это слово «Здравствуйте», его видят все участники нашей команды. И, соответственно, если у вас какие-то проблемы с собранием, вы можете написать, «Пожалуйста, отключитесь от собрания, что инициатор собрания я или мой коллега». На этом мы заканчиваем данный урок. В следующем уроке мы будем рассматривать, как работать с файлом. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Приветствуем вас на четвертом обучающем видео для дистанционных занятий и видеоконференций для сотрудников Московской консерватории. В прошлом видео мы с вами обсудили, как делаются видеоконференции в командах и каналах. А в этом видео мы с вами рассмотрим, как пользоваться приватными чатами, или, чтобы более по-русски было понятно, приватной перепиской. Мы запускаем, как обычно, программу Microsoft Teams. И все, что нам нужно, это попасть в чат. В прошлый раз мы были в командах, теперь мы попадаем в чат. Что такое чат? Чат – это очень хорошо вам знакомая система сообщений, которые наверняка все из вас так или иначе пользуются. Вы все пользуетесь WhatsApp, вы все пользуетесь Viber, многие пользуются Telegram. Чат возможен в Skype, чат возможен во многих других программах. Также во ВКонтакте, в Facebook, во всех соцсетях. Для того, чтобы перейти в чат, надо нажать значок чата. Такое вот сообщение. Вот видите, сейчас у нашего пользователя Синицына в чате уже есть переписка с Надеждой Сергеевной. Что нам нужно в чате? Самое главное в чате, в Teams, это вот эта строка, вот это окошечко наверху, в котором мы ищем наших собеседников или наших оппонентов, или тех, с кем мы, как говорит молодежь, будем чатиться. Ну вот, например, я не знаю, любую фамилию набирайте и находите. Вот мы, например, можем набрать... Я хочу найти нашу Марию Алексеевну... Машу... А, ну вот, да, вот мы нашли Машу. Вот видите, вы так можете находить любого человека. Ну, данная ситуация меня интересует Надежда Сергеевна. Вот Надежда Сергеевна, я выбрал ее. Видите, она у нас в последних. И в чате вы начинаете работать вот здесь, в нижней части экрана, в окне. В окне чата мы работаем, и здесь у нас есть вспомогательные кнопки, я думаю, вам знакомы по другим программам. Это шрифты, это всевозможные значки, прикрепление файлов, смайлики, видео и много, в общем, других аналогичных кнопок, которые выполняют вспомогательные действия. Ну, я думаю, что начнем мы чат с обычной переписки. Так, мы сейчас... Да, клавиатура... Вот я пишу сообщение. Вот, видите, у нас меняется значок. Значок меняется с глазка, с галочки на глазок. Вот, например, если, обратите внимание, если я пишу еще одно сообщение, то вы увидите, что глазок, это означает, что наше сообщение прочитали. Вот, например, вы пошли в другое сообщение. И обратите внимание, оно уйдет в правый верхний угол. Видите, сначала идет галочка. Это значит отправлено. А теперь, если Надежда Сергеевна это читает, то оно превратится, видите, в глазок. То есть, галочка, глазок, это основные элементы вот этого чата вспомогательного, которые говорят, прочитали или не прочитали. Ну, я думаю, что сообщение посылать можно и по телефону, и в смс отправить. А что действительно интересно, это использование чата для цели работы, обучения, для коллегиальных каких-то задач. И, например, самое простое, что мы можем сделать, это отправить файл. Вот, видите, у нас внизу есть такая скрепочка. Она находится рядом с окошком, в котором мы писали. Вот, давайте нажмем эту скрепочку, и он нам предложит выбрать файл с моего компьютера. OneDrive, это мы несколько позже рассмотрим. Нас интересует сейчас файл, который у нас на компьютере, у меня заготовлен файл. И я сейчас найду, у меня файл где-то находится в документах, если не ошибаюсь. Да, вот в документах у меня есть файл, вот мы отправим в чат файл. Вот, видите, некоторое время требуется, чтобы этот файл загрузился. И вот он будет в чате, его получит Надежда Сергеевна, поскольку мы сейчас с двумя общаемся. Это то, что я показываю, это называется приватный чат между двумя сотрудниками, двумя людьми. Но, да, нужно отправить файл, совершенно верно, файл нужно отправить, я его только загрузил. Да, это немаловажная кнопочка, которую не следует забывать. Видите, даже я забываю. Вот я отправил картинку, видите, картинка еще не прочитана. Но через некоторое время, я думаю, что ее прочитаю, надеюсь, что она является бы некой ценностью. Она будет прочитана. И вот, еще, еще немножко терпения. Картинку, вот, наконец мы картинку прочитали. Теперь я буду с нетерпением ждать реакции на картинку, поскольку эту картинку я снимал сам когда-то. Это чат или общение двух людей. Отправка картинок бывает очень полезна в учебном процессе. Если вам, например, надо проверить задачи по гармонии, или если студент хочет с вами о чем-то посоветоваться, мы сейчас пересылаем друг другу какие-то фотографии. Но в реальном процессе это действительно имеет смысл больше, чем просто поделиться какой-нибудь интересной, красивой картинкой, которую вы сами сделали в путешествии или на тачи. Конечно, скорее всего, вы будете отправлять друг другу какие-то файлы задания. Можно отправлять точно так же вордовские файлы. Да, вот видите, я нажимаю, если я нажимаю, я перехожу в новое окно, видите, открывается новое окно. Это новое окно, можно нажать на кнопку закрыть. Вот видите, закрыть кнопку в правом верхнем углу, либо просто нажать в верхнем левом углу на кнопочку назад, вот видите, назад. Я возвращаюсь назад. Смотрите, это чат между двумя людьми. Самое интересное начнется, когда мы в этот чат подключим еще одну нашу сотрудницу, и у нас получится чат между тремя сотрудниками. По-моему, если я не ошибаюсь, Teams, вот конкретная версия Teams, допускает до 8 или 9 человек одновременно в таком чате. То есть, обратите внимание, что это не команда, это чат, это обмен сообщениями. Чтобы подключить других людей, нам нужно нажать вот эту кнопочку с двумя человечками. Она находится в правом верхнем углу. Вот эта кнопочка нам даст возможность пригласить в наш чат еще людей. Вот давайте попробуем, нажмем и наберем адрес нашей сотрудницы Марии. Вот мы ее добавляем в чат. Теперь посмотрите, пожалуйста, в ту панель, в которой находятся все чаты. Обратите внимание, что значок разделился. Видите, он содержит не надежду, не одну надежду, а надежда и Мария. Что это значит? Что любое сообщение, которое я отправляю, они получат вдвоем сразу. То есть, получается, вы отправляете сообщение не один к одному, а один ко многим. Это называется групповой чат. Давайте теперь отправим сообщение сразу двоим людям. Вот смотрите, если я выбираю одну надежду, это будет чат с Надеждой. А верхний вариант, это групповой чат. Видите, еще никто ничего не писал. Вот я пишу первое сообщение, первое приветствие. И обе наши сотрудницы, Надежда и Мария, одновременно получают это сообщение. Вот видите, оно отправлено у нас. Его еще не читали. Вот теперь нужно дождаться, пока его прочитают. Теперь, возможно, кто-то ответит. Да, вот видите, у меня возникает картинка. Да, вот Надежда написала. Может быть, нам Мария еще ответит. И точно так же, как и в прошлом чате, я могу отправить. Вот видите, Мария тоже ответила. То есть, у нас три человека, и мы все втроем переписываемся в одном чате. Если я еще кого-то приглашу, будет 4, 5 и, по-моему, до 9 человек. И все эти люди одновременно будут получать сообщение. То есть, если в обычном приватном чате вы писали один к одному, то есть сообщение было один на один, то здесь вы всегда пишите один ко многим. И очень часто возникает такая необходимость, чтобы 2-3 человека одновременно читали какие-то сообщения, какую-то работу. Вот давайте я отправлю картинку. Будет совершенно то же самое. Отправить с моего компьютера и отправим другую картинку. И в данной ситуации я эту картинку отправлю сразу двум участникам конференции. Точнее, это не конференция, это чат. Вот видите, я отправил картинку. Точно так же я жду, когда она будет прочитана и жду реакции моих коллег. Что-то реакция заставляет себя ждать. Видимо, картинка оказалась менее интересной, чем прошлая. Но будем надеяться, что все-таки ее ценят должным образом. Так, вот видите, мне пришла другая. Это не картинка. Это мне пришел какой-то файл PDF. Чтобы его посмотреть, мне нужно на него нажать. Потому что картинки, они могут уменьшаться. И они сразу видны на экране. И на них тоже можно нажать, кстати. Вот если я нажимаю, видите, она открывается большая. Вот я нажимаю кнопку закрыть. Но нет никакого смысла открывать документы PDF или еще какие-то тексты. Они будут слишком маленькие, не читаем. Поэтому единственный вариант, что можно с ними сделать, это нажать. И он откроется уже в новом окне. И вот да, тогда уже мы читаем этот текст. Вот, вот видите, пришла еще одна картинка. Это был групповой чат. Обратите внимание в чатах на такие вещи, как закладки. Закладки находятся в верхней части экрана. Вот здесь. И закладок может быть несколько. В данной ситуации вот у нас 4 закладки, например. Здесь в файле у нас 2 закладки. Вот закладка чат, закладка файл. Нас интересуют файлы. Давайте попробуем на нее нажать. Файлы. Файлы. Это те файлы, которые мы отправляли друг к другу. Видите, мы отправляли картинки. Я получал картинку. И вот они, эти файлы. Каждый файл можно скачать, получить ссылку, открыть браузер. Эти файлы хранятся в определенном хранилище. Это несколько выходит за рамки нашего сегодняшнего урока. Но просто скажу, что существует такое большое хранилище Microsoft, которое распространяется на Московскую консерваторию. И каждый студент и профессор Московской консерватории имеет довольно большое место на хранилище в Microsoft, на облачном хранилище. И может его использовать, что, кстати, очень удобно. Вот эти все файлы, они падают именно в хранилище. Когда мы говорим о чатах, о приватных чатах, это падает в так называемое хранилище OneDrive. В следующем уроке мы вам расскажем, как пользоваться хранилищем OneDrive и чем оно хорошо. Но сейчас просто достаточно сказать, что все, что вы отправляете, оно никуда не девается. И это всегда можно найти и получить доступ через OneDrive. Вот, например, если я нажму кнопочку с файлами, посмотрите, в левой панели Teams есть такая кнопочка файлы. То есть там, где мы брали команды, чат, там мы выбираем файлы. Когда мы выбираем файлы, мы попадаем косвенно, попадаем вот в это самое хранилище. Я повторяю, что сейчас мы даем только намек на то, как пользоваться, потому что это тема отдельного урока, довольно большого. Вот видите, мне в чате что-то пишут. Это в Teams всегда всплывает справа. Вот можно посмотреть, что ему пишут. Отличемся на минуту. Видите, вот мне прислали картинки. Да, вот наша Мария Алексеевна с детьми, вот афиша. Итак, вернемся к нашему хранилищу. Мы нажимаем кнопочку файлы. И здесь у нас есть все файлы, с которыми мы работали, так или иначе. Вот, например, видите, я набираю OneDrive. Вот это облачное хранилище Microsoft. В OneDrive находятся файлы чатов Microsoft Teams. И вот эти вот файлы чатов, если мы откроем, то мы, скорее всего, требуется некоторое время для Microsoft, чтобы этот файл открыть. Да, вот видите, мы уже открыли знакомый файл. То есть эти файлы, они будут храниться здесь неограниченно долго, до тех пор, пока вы не решите их убрать или переместить по каким-то причинам. На этом мы заканчиваем наш урок по чатам, по приватным и групповым чатам. Напоминаю, что чаты – это способ общения в узком кругу участников. То есть либо один на один, либо один ко многим, ну, не более 8-9 человек. Обратите внимание, что также вы можете в чате, ну, как и в WhatsApp, вы можете не только переписываться, но вы можете позвонить по голосовой и видеосвязи. Да, совершенно верно, совершенно верно. Я забыл такую важную вещь. В любом чате, будь то групповой или индивидуально, начнем с индивидуального, вот мы с Надеждой Сергеевной, у нас есть кнопочки наверху. Кнопочки, вот видите, здесь камера и звонок. Камера у меня серая, потому что у меня в виртуальном компьютере камера отключена. Я уже объяснял в прошлом уроке, что я не могу одновременно включать камеру в виртуальной машине, и вести урок, и микрофон. Поэтому, ну, я думаю, стоит просто поверить мне на слово, что если вы нажмете кнопочку, то мы будем дозваниваться до Надежды Сергеевны. А вот телефончик, телефончик здесь активно. Но, к сожалению, я тоже не смогу позвонить. Достаточно сказать, что просто если вы нажмете кнопку, то вы будете звонить Надежде Сергеевне, и, в общем, она вам ответит. В данной ситуации Teams просто является точным повторением Skype. Я думаю, скайпом все умели пользоваться, и поэтому, видите, даже музыка здесь, как и скайпа, никакой разницы со скайпом здесь нет. Будет точно такое же окно, как у скайпа, и точно такой же собеседник. С точно такой же красной кнопочкой прекратить вызов, и ничего там такого мудреного, как мы рассматривали в прошлом уроке, с командами не будет. Ну, вот я думаю, на этом стоит закруглиться и закончить тему чатов. В следующем уроке мы будем рассматривать работу с файлами и работу с Microsoft облачным хранилищем, которое называется OneDrive. Может быть, также упомянем тему SharePoint. Это тоже работа с файлами и с большими данными. И других приложений, которые могут здорово вам облегчить жизнь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.